Ценность ислама и традиции в Египетском университете исламской культуры Нурмобарак, города Тал-Умматы, завершился третий республиканский конкурс по чтению Корана среди студентов. О победителях и итогах религиозного состязания расскажет наш корреспондент. В третьем республиканском конкурсе по чтению Корана среди студентов, организованном Египетским университетом исламской культуры Нурмобарак, приняли участие 120 претендентов. Все они были отобраны из 17 вузов страны. В мероприятии приурочены к празднованию священного месяца Рамадана, а также ночи предопределения, когда был неспослан человечеству священный Коран. В писаниях Корана мораль выражается в добродетели, порядочности, честности, чистоте. Наша молодежь не только запоминает суры из священного Корана, но и воспитывается в полном духовном равновесии. Важно не просто читать, а понимать суть сказанного и научиться применять эти правила в повседневной жизни. Студенты-чтецы Корана, участвовавшие в конкурсе, разделились на четыре группы. В таком порядке они соревновались между собой в правильном чтении священного писания. Причем в этом конкурсе приоритетным было не только грамотное чтение, но и правильное произношение слов, отметили организаторы мероприятия. Заучивание Корана – это одно из основ изучения ислама, в которой, безусловно, имеются свои закономерности. Есть последовательность чтения, правила, требования по правильному произношению каждой буквы. За этим внимательно следят специалисты, которые и дают справедливую оценку. По итогам конкурса призерами стали сразу 12 участников. Все они получили денежное вознаграждение. Однако самым лучшим в чтении Корана был признан студент третьего курса Египетского университета исламской культуры Нурмабарак Ахзамжан Алижанов. Победитель получил путевку на совершение хаджа и сертификат на сумму 150 тысяч тенге. Я заучивал суры 17 лет. Как только вы поймете смысл, который заключен в Коране, ваше отношение к людям и к жизни изменится. Победа в конкурсе дает мне душевное спокойствие. Три года назад я занял второе место. В прошлом году я не получил призового места. В нынешнем конкурсе я стал победителем, чему очень рад. Да поднимет всевышний статус изучающих Коран. Стоит отметить, что данный конкурс проводится ежегодно, а по мнению его организаторов, главное в духовном развитии молодежи то, чтобы они придерживались традиционного религиозного направления, основанного на национальных ценностях. Жандос Назарбаев, Хурманжан, Хасымжанулы, Жайдарбек, Нурбек, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.